Валерий Ильич 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 защиты населения через электронную социальную карточку. Я бы хотел вам сказать, что своим постановлением, которое я зарегистрировал в парламенте еще в августе месяце, это о создании про систему социальной поддержки населения, льготы и субсидии, мы предусматриваем разработку соответствующего законопроекта, который позволит нам однозначно обеспечить абсолютно новый качественный уровень социальной защиты в Украине, чтобы каждый гражданин, который имеет право на льготы, полноценно ими мог воспользоваться и создать все необходимые предпосылки для того, чтобы эта программа активно развивалась. Мы создаем электронную социальную карточку, которая будет включать в себя различные аспекты, и на этом баннере прекрасно видно, что это не только возможности льготного проезда в городском транспорте, метро, автобус, троллейбус, трамваи, маршрутные такси, это и платежная функция карточки, которая будет касаться возможности использовать те накопительные средства, которые будут у гражданина, это дисконтные программы, и в разные региональные проекты будут возможность использовать эту электронную карточку для различных дисконтных программ. Это и способность за счет карточки приобретать медицинский препарат и лекарства по льготной цене, это льготная оплата коммунальных услуг для населения. То есть мы фактически сегодня выстраиваем систему, при которой каждый обладатель этой электронной карточки будет способен полноценно пользоваться и автоматически через систему электронного учета мы будем четко направлять те расходы государственного бюджета, которые будут покрывать дотациями, то ли коммунальные предприятия, транспортные предприятия, то ли те проекты, которые будут посовствовать повышению не только уровня социальной защиты в Украине, но и самое главное повышению качества жизни и уровня жизни льготной категории наших граждан. Мне бы хотелось сказать, что это и доступ к государственным информационным ресурсам. Мы действительно будем развивать в Украине программы, которые касаться будут и электронного правительства, системы электронного учета и электронной цифровой подписи для того, чтобы упростить. То есть сама программа позволит сократить колоссальное количество чиновников, уменьшить бюрократизацию всего процесса предоставления льгот. Это серьезный удар по коррупции, потому что все дотации, особенно коммунальным предприятиям, которые предоставляют свои услуги, они строились на откатной основе. Мы прекрасно понимаем, что многие средства государства теряло в процессе обеспечения тех или иных льгот. Я думаю, что для нас это важно, чтобы мы реально понимали, что нам наконец-то нужен реестр, современный реестр льготной категории населения, который бы включал в себя не только персонифицированные данные, но и все необходимые возможности для того, чтобы этот реестр обновлялся, чтобы мы не только могли фиксировать, скажем так, демографические особенности льготной категории населения, те изменения, которые происходят, но и чтобы сама электронная социальная карта была, скажем так, тем удостоверением, которое имело бы возможность использовать вне зависимости от места проживания в любой части, в любом регионе нашей страны. Я думаю, что это документ, который позволит не только включить в себя, а что такое электронная социальная карта, это документ, это специальный документ, который является именным и многофункциональной пластиковой карточкой с имплотированным чиповым модулем, с бесконтактным интерфейсом, с персонициацией собственных данных лица, который обладает этой карточкой. То есть мы получаем основу того, что позволит нам максимально быстро и эффективно обеспечить проведение реформ и в различных направлениях, в том числе в здравоохранении. То есть это основа, которая позволит нам потом учитывать и медицинское страхование, и возможность использования этой карточки для того, чтобы каждый гражданин мог в лечебном учреждении, в больнице, поликлинике обеспечить право на льготы и получить качественное медицинское обслуживание. Вы знаете, в ряде стран, таких как Испания или Австрия, эти карточки носят, скажем так, двойной характер, в том числе и медицинского социального страхования. Я думаю, что сама программа, которая касается прежде всего приоритетов в социальной политике, мы должны понимать, что возможности государства сегодня ограничены, но та социальная категория, которая сегодня должна иметь максимальную поддержку со стороны государства, должны обеспечены быть максимально эффективно. То есть мы имеем платежную систему, которая будет автоматически фиксировать все платежи, которые касаются предоставления льгот, пользования льготами нашими гражданами и автоматически начислять те суммы дотации по компенсации предприятиям, которые предоставляют те или иные виды услуг. Я думаю, что эта программа нам не только даст экономию, но и самое главное, будет способствовать, как я уже сказал, значительному повышению уровня жизни, качеству предоставляемых услуг и создавать все необходимые механизмы для того, чтобы этот процесс развивался и дальше. Я думаю, что подобный проект, как это будет карточка выглядеть, какие данные будут в нее занесены, вы можете это увидеть. И это главное, что мы добьемся и целевого использования бюджетных средств и самое главное, адресной социальной помощи. Чтобы льготы у нас были не мифическими на бумаге, а чтобы каждый гражданин имел возможность полноценно и льготами воспользоваться и обеспечить нормальный, скажем так, уровень жизни. Я бы хотел коснуться ряда экспериментов. Например, в одном из городов Днепропетровской области, в Днепро-Сдержинске, в 2006 году был начат эксперимент. Сумма дотации на коммунальный транспорт составила миллион сто тысяч гривен из местного бюджета. Было выпущено семьдесят одна тысяча пластиковых карточек, они использовались на транспорте. И самое интересное, что 60 тысяч льготников, которые там проживают, то есть система дотации коммунальному транспортному предприятию после введения этой карточки уменьшилась в четыре раза. То есть мы реально видим, что государство годами тратило колоссальные средства, неоправданно, потому что просто не было нормальной эффективной системы учета. Я думаю, что эта программа, она полностью строится на нашем национальном продукте. Видите, мы не случайно находимся и в этой студии, где проходит пресс-конференция. Мы обладаем всеми необходимыми технологиями. Помните, что наши документы, основные паспорта граждан Украины, сегодня являются одними из лучшими как в Украине, вернее, как в Европе, так и в мире. Мы понимаем, что сегодня эта программа не на один год, и она должна изначально быть направлена на то, чтобы те средства, которые будут предусмотрены в бюджете, а в течение трех лет государство потратит на эту программу около 4 миллиардов гривен, были не только оправданы, но чтобы мы получили колоссальный социальный эффект. Я думаю, что здесь вопрос основан на понимании необходимости социально защищить самые, скажем так, неимущие слои населения и добиться главного, это социальной справедливости в этих вопросах. Я думаю, что нам было бы важно и понятно, что все эти процессы, они имеют направленный характер в городе Киеве. Подобный проект пытались несколько раз реализовать, на это потратили сотни миллионов гривен, но как такового результата мы не видим. Поэтому здесь и уже принцип подходов к реализации этой программы строится исключительно на том, чтобы пилотные проекты, которые будут проходить в ряде областей Украины, дали не только нам определенный результат, информацию, но смогли четко определить, на каком этапе мы сможем уже в рамках национальных, общегосударственных ввести эту социальную карточку, как она будет обеспечена с точки зрения всей инфраструктуры, потому что мы необходимо подготовить для этого и соответствующих специалистов. Это позволит нам оптимизировать структуру управления и провести колоссальное сокращение чиновников, что в рамках административной реформы сегодня крайне полезно и выгодно, и сделать все для того, чтобы эта программа дала нам колоссальный результат, экономию бюджетных средств и самое главное, чтобы адресная социальная помощь пришла по назначению.